мы в прямом эфире приветствуем вас мне папа решил позвонить все убрала всем привет напишите как нас слышно как видно мы сегодня вместе с они из магазина пряжа магазин свити вул я приветствую и аниных подписчиц и своих подписчиц жду и тоже вас приветствую поэтому чуть-чуть вы соберетесь и мы начнем я на стульчик уберу да не знаю вдруг кто-нибудь из нас устанет как слышно как видно напишите пожалуйста привет мои хорошие здравствуйте здравствуйте за моей спиной видите сколько вот у аним лучше видно сколько за моей спиной но я не буду сейчас двигать телефон потому что у нас два смартфона мы одновременно выходим в два эфира из двух аккаунтов я так понимаю что слышно хорошо да я сегодня в свитере из пряжи монсеррат из аниного магазина покажи это пряжу он вообще он прям классно юля пришла я его я ее прям ну то есть я его ношу люблю и он как видите не скатывается стирает он невероятно мягкий вот просто не колючий ну и в нем под под ним можно спрятать любые пирожки как я люблю в юле нам просто телефоне не видно в моем видно она одела его под скинни белые смотрится просто потрясающе юль ну ты немножко в сторонку чтобы твои тоже прям прям очень очень круто хорошая очень модель да и синий цвет как вы помните закончил все и фабрика его почему-то либо быстро раскупается не знаю синий цвет же уже какой уже второй год не сезона второй год он в тренде поэтому конечно он раскупается не только благодаря моему мастер-класса в принципе благодаря тому что он популярен а вот серый цвет в наличии есть и мы хотим его показать до серый на сером серый очень красивый цвет монсеррат напомню состав 50 на 50 на нос и акрил 50 на 50 меринос и акрил отличный состав меринос не колет акрил как бы держит нормальный хороший да да и акрил же держит формы немаловажно мы вот на днях общались с клиенткой выбирали для объемного свитера пряжу выбор стоял между мериносом и смесовкой но раз уж да зашел разговор смесовка вот в эти в этих ситуациях смесовка намного выгоднее да интереснее ну во первых она облегчает изделие акрил же легче чем шерсть и хлопок во вторых она стабилизирует да наши объемные вещи то есть она не дает растягиваться вытягивать и в третьих это очень легкий уход реально европейский акрил не дает растягиваться да да может потянуться и как катышки еще сказано на европейский вот весь что голландский что итальянский немецкий мне нравится они есть у вас той же интересуется да мои хорошие я знаю что очень много вопросов и я как партизан умалчивала о его о его происхождение нет значит раскрываю все карты секреты это вот эта ниточка ну мои постоянные покупательницы уже знают это гавайи да она потрясающе она потрясающе смотрится в ажурах аранах в косах крутка она прям классная петли ровные ровные петли ровные и вот так вот этот сатиновый блеск он как раз таки в вот этих узорах он их подчеркивает переливаются тоже сиам и серый цвет он легко сочетается с чем угодно я всегда говорю что я к микрофону что серый и бежевый это цвета невидимки которые сочетаются с чем угодно потому что например вот этот нужно думать да это более летний а вот серый ты классно выбрала его можно и зимой и летом ну да кстати и под черный и тренал какими спицы на это четверка но лицевой угла три с половиной четыре нужно подбирать по стилю вашего меня шестерка на шестерочки на обществе на шестерке дает раз и связано до быстро вяжется очень хорошо мы сегодня здесь собрались вы конечно вопросы задавайте мы будем по ходу отвечать мы сегодня здесь собрались познакомиться с новинками у они все полки забиты они такие вдохновительные телефон и ходить вот так с телефонами или потому что полка на же красочная на ней сколько цветов да я это ты по одному матку будешь приносить да ты права при том при всем что в пол полки когда выставляются на полки вы не представляете какое эстетическое наслаждение испытываем мы когда расставляем полка и конфеты на новый год да да поэтому будем делиться наверно атмосферность еще полок ну чё давай тогда прикрепим и будут будем ходить рядышком на один вопрос на этим подскажите пожалуйста что делать я случайно чуть-чуть срезала нитку и у меня распустился наборный край либо клеем подтянуть вытянуть ну с одной стороны с другой стороны петельку и между собой вот так вот скрутить две ниточки и клеем как он называется текстильный текстильным клеем заклеить либо же сделать узелок прям вытянуть рядом соседние петельки тоже подтягивать немножечко чтобы долине эти хвостики были сделать узелок и на изначную сторону вывести и ниткой цвет в цвет аккуратно пришить они такая обычная для шитья иголкой для шитья чтобы было не видно по лицевой стороне и все блестит блестит гавайи я смотрю не было ли каких-то вопросов когда у вас будет описание красоты из мохера красота из мохера у меня сейчас вышел мастер-класс из ангоры давай тогда про ангору тоже поговорим потому что у меня из регины она довольно дорогая у они есть ты меня снимаешь что они есть другой вариант тоже хорошая я ее потрогала пощупала мне кажется что она немножечко тоньше но все же можно дрести но все же можно посмотреть давай вот давай подержу ты спасибо так к не пришел клиент поэтому я на два телефона показываю сразу сейчас меткость прицелюсь вот так ангора 70 baby 70 процентов ангора 10 6 мериной 20 полиамид на 25 грамм 125 метров как на моей регине но вот она мне кажется что это немножко тоньше то есть пуха немножко меньше но я думаю что я видела работаю я не говорит в шапочке к не приходили клиенты из этой пряжи она очень пушистая а вот это 355 рублей стоит моток тоже на 25 грамм 125 метров 80 ангора и 20 полиамида в регине 80 ангора и 20 мериноса здесь 20 полиамида и она тоже очень пушистая такие цвета не вернулась к вам спасибо так микрофон вот тут вот такие цвета давай возьмем покрутим вот этот как всегда так но я могу сказать что если сравнивать с региной поменьше моток в руках в руках выглядит наверное все же регина попышнее поэтому мне кажется что и ниточка здесь немножко тоньше но тоже имеет место быть какая здесь плотность вязания которая предлагает достанешь ну там в квадратике написано да есть есть сейчас мне кажется отвергнут над тормашками держит сфокусировал я тут посмотрю 18 18 я просто у меня две целых 22 сотых петли в одном сантиметре на ангоровом джемпере на который сейчас идет скидка так а здесь 18 и сколько не плохо вижу 26 а у меня 27 ну то есть немножечко больше нужно будет набирать петель на в мастер-классе все рассказано как под вашу плотность вязания сделать расчеты это прям обязательно есть главное что есть выкройка на ваш размер мастер-классе а не как можно заказать эту пряжу написать магазин свить его да все очень легко либо напишите нам в директ либо на как это падает скажи мне как ты поставила мне смайлики сейчас то ты не поставил смайлики наверно может быть это надя у нас надяну помаши ручка это ты сделала так мне нравится вот этот чудесный кролик значит мы сейчас держали в руках ангору 70 что они в директ написать свить его вот где ржащие слезами смайлики это свить его а мне нравится чудесный смотрите как у милый красивый кролик ангарина да он такой милаха так а здесь какая плотность и здесь как будто бы помягче на самом деле вот на ушел к ряжке да 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 по сравнению с биби 70 ну потому что в биби там есть мериносика чуть-чуть а здесь только ангора и полиамид понятно что там уже я прошу прощения за качество изображения давайте его так сделаю так сделаю и распакую посмотрю эдуард и мукин привет так да нужно две руки я хочу посмотреть мужик к эфиру слегка подготовились до чтобы не стоять как роботы посмотрите направо посмотрите налево теперь вот это мы вместе с вами сейчас изучаем поэтому до фонде у нас не работает сейчас секундочку ну вот здесь не написано какая плотность я думаю что где-то тоже будет 1 и 9 в одном сантиметре на один на один моток на один моток больше нужно будет покупать чем у меня в мастер-классе и ходить такой элегантный красавица цвет красивый пушится да я и поддержала на распушил свет вы обратили внимание какой цвет пудровый да да фонде у нас сегодня у на сайте есть три платежной системы оплаты фонде яндекс касса и paypal фонде сегодня не работает обещали исправить уже наверное как час но до сих пор не исправили не знаю что но служба поддержки работает поэтому либо яндекс можно если вы в россии находитесь то яндекс кассу использовать если paypal знаете по европе paypal фонде единственное чем отличается от всех остальных украина может платить через фонде все остальное можно через яндекс либо через paypal ну пока вот мы работаем на эту тему все и дальше я возвращаюсь лови так не было тут еще никаких больше вопросов все смотрю так прошу прощения за свой крупный план смотрим дальше его надо вытащить но у меня вроде он мелькнул как этот цвет тауп как тауп серо-коричневый передает да да вот прям так же он реально да серо-коричневый по-другому не скажешь очень красиво что коричневые уши у зайца а этот такой вот более серый но он не серый вот это неженятинка кстати подожди давай проверим я вот люблю ставить опыт давайте смотреть слушаем не тушится он не линяет во рту мне ничего не а посмотри как он торчит что-то его наэлектризовала ну как ну вот три волосинки есть но это не так что весь дом в пуху потому что а может быть кто-то уже из нее вязала нам может когда вяжешь какая-то как-то она по-другому себя делится своими впечатлениями но она не я прям удивлена я даже почти не испачкана она не сильно лезет ну вообще да у ангуры есть такая особенность а давай вот это теперь потеряем так это вот у нас сейчас как раз пушилась давай ну вот на рукаве ага смотрите смотрите она-то напушилась но и следы у меня остались розовенькие значит я делаю вывод что вот что регина до пушит летит когда вяжешь что вот это ангарина наверное более натуральный состав что здесь 80 процентов ангоры 20 полиамида а биби которая мало пушится там 70 ангоры чё там 10 шерсти и 20 ну в общем не понимаю тогда а поняла она более мягкая невесомая значит здесь крутка не такая большая ну не очень тугая поэтому вылетают волосинки а вот там более твердая на ощупь и наверное скрутка другая может быть и сырье 1 сумея теперь с розовым рукавом гора вся сбрасывает ворс я теперь с розовым рукавом она быстро сочетается буду тебе мусорить на пол теперь из красной ангоры вязала шапку при вязании все вокруг было в красном пуху но после в то почти не лезет вот после в то до регина а давайте посмотреть покажу чем они занимаются они меня потому что пока отвечаешь на вопрос фактуру меня же многие клиенты с мастер-классы биби биби пушистее чем регина я бы не сказал что биби биби пушистее регина очень пушистая подозреваю что регина та же что в стоке бывает ну возможно но биби да как мы видим не лезет вот смотри написали мне из ангарина безумно классные бини очень пушистую ну да потому что там 80 видно до 80 процентов ангоры потому что там давай еще знаю что покажем следующий вопрос был что вот это запряжем или мы к ней потом вот это там мохер лана гата вот как раз отвечает сейчас из биби вижу пух везде где только нахожусь но естественное во рту в носке визит регину не покажу здесь регины нет регина это магазин пио белла и мастер-класс у меня в stories и и на сайте новый мастер-класс за 690 рублей обстояние на размер от 40 до 56 все продолжаем следующее что у меня будет задумка у меня будет голубой тоже пио белла мохер как аналог можно будет использовать лана гата и я вижу что этот мохер более пушистый и на ощупь я его к себе прислоняла да обычно вот это место у меня самое чувствительное немножко покалывает но нет он не будет колоть очень сильно есть у тебя какой-нибудь колючим ухе конечно же нет у тебя все мохеры хорошие вот хотела сказать есть мохера на полиамиде как бы считается изначально что они более чувствительные для кожи а здесь что на шелке на шелке они мягенькие ну вот у меня камелот там пил было там полиамид но она мягкая а на шелке чем я не люблю потому что же девочки открыла рукой звук пишет что звука нет шелковая нить отличается по цвету чем пух мохера но вот здесь например давайте переверну внутри люрекс и это так круто но он просто будоражит просто очень красивый а посмотрите какой пух ну да я был звените под землю не провалилась это на потолке нет нет это рядом наверно так я хочу я даже забыл чухать 25 грамм 210 метров так значит я вязала у меня в 20 50 граммах 500 метров я взял в 2 нити значит это тоже 2 нити в 2 нити вот чтобы знаете не паутинка было когда все просвечивать то что тот который я связала можно на голое тело надевать он сильно просвечиваться не будет кстати очень хорошая штука потому что постоянно то мальчики то толчок и до спрашивают о том какие должна какая должна быть плотностью изделия чтобы он не просвечивался не каждый готов носить махеровую вещь с топом либо рубашка таким я хочу оставить комментарий в каком магазине я нахожусь потому что все запутано теперь так вот так магазин свити волк закрепляю комментарий вот я нахожусь магазине свити волк в краснодаре доставка по всей россии правильно да какие за рубеж мы отправляем вот девушка пишет ксения что обалденная пряжа ей нравится вязать из лана гата да лана гата это уже признанный лидер ниточек посмотрите краски волшебство да вообще новый год а вот это прям снег пойдемте знаете куда сейчас я покажу куда вот так так вот так видно на ночь сайте визитах что я в белых кроссовках сегодня я не в платьишке потому что мне потом еще идти много пешком я сегодня буду гулять у меня специально здесь вывязан короткий тут прям полукругом вывязана и там вывязана шва нет и нету девушка есть шок вот тут ничего ну вот так будет животик оживать какой положение в положении или она если грудь большая той животика будет не видно посмотрите ну вот у меня сейчас как будто бы я в животике не ну я конечно сегодня не стройно мне кажется вот такая модель она очень удачно раскрывает все наши излишки да 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 у меня почему-то периодически я сто стройняшка то нет но спасибо за комплимент ты если в мой микрофон тебе нужно поближе ко мне стоять в общем я про вот этот он какой-то экстремально пушистый надо пробовать может быть его и в одну нить он не поймет где фокусироваться прям смотрите как комок снега да такой он прям белоснежный и почему я хочу захотела сюда потому что вот представьте с белым да красиво будет прям снежная сколько пряжи мохера покупать сколько пряжи мохера покупать для моего нового джемпера у меня сколько там я же не помню 4 мотка у меня ушло значит здесь и 8 мотков да там другая две нити да там на 50 грамм 500 метров в две нити а здесь 25 грамм 210 метров это мне еще осталось поэтому джемпер примерно вот такой как и это то есть он у меня вот так вот я вот такой закрывает и он уже такой оверсайз на рукава не оверсайз рукава чтобы могли вместиться то есть он пушный вот тут тут выобразный вырез такой классический ну 7 может быть да так я пришла обратно к ладу поэтому кто мне сегодня писал в директ про лана гата как аналог рекомендовать буду использовать можно мне нравится у тебя нет случайно образца отвязанного ну пока мы вывезли кстати вот же цвета еще а есть просто молочный ну цена не отличается 330 330 метраж такой же а а это молочный цвет красивый тоже классический очень элегантно роскошные вот так его назвала то есть не ну да вот когда все в таком цвете очень элегантно и здесь у нас мериносовая шерсть это наши мериносики приехали это новинка у нас какими спицами как ты думаешь мериносик до этот три с половиной я думаю комфортно в зависимости конечно от плотности вязания на три с половиной это комфортная спица для этой плотности можно сейчас даже посмотреть что нам рекомендует производитель мне нужна вторая рука давай я подержу твою побуду твоим штативом так джемпер который на мне синий на него есть мастер-класс называется он монсеррат гора который исполняет желание ну вот представляете производитель нам рекомендую пятерку да а кстати я удивлена такой участвует и биби иногда тоже как за бубенит большой номер спиц я бы на троечке ну да три с половиной но четверка мне просто слабо вижу поэтому я бы на троечке четверка максимум пятерка конечно это очень круто это наверно может быть какие-то косы которые держат полотно на марлечке потом в изделии ну в общем еще вопрос у меня в махером свитере есть люрексовая нить да у меня бобина и поскольку я с магазином пил было это все делаю то там будет тоже аналог давай покажем какой у тебя есть аналог ну вообще ты говоришь и в плана гата бывает люрекс есть вот такой но он тут черненькой штучкой вот смотрите люрекс какой тонкий вот у меня такой же там люрекс в том джемпере но он конечно не черный здесь черно хотя это тоже может быть интересно а дай пожалуйста голубой моточек да мы кстати не называли даже не сказали название название у нас силк силк мохер лекс люкс это приставочка это значит что он будет с люрексом потому что он агата есть еще силк мохер это классический мохер наши руки подержу можно я открою дома но мы кстати очень часто делаем с клиентами такие миксовки когда вот вроде как подходит надо всем понимаешь как будет в итоге точно в две нити надо вязать а на манжеты юля я наверное ничего будет нажал до хотела выключить я уже не дам тебе я уже содержу смотрите значит точно в две нити вот эту пряжу силк мохер люкс и если взять черную тоже будет хорошо потому что на самом деле как-то не получается мне переплести но блестит красиво на самом деле неважно какой будет у вас манжет цветом цветом и люрексом потому что вся фишка этого изделия вот у меня инстаграм не дает возможность присоединить фотографию вот почему-то знаете бывает ведут прямые эфиры и можно в эфир присоединить какую-нибудь фотку они тебе тоже такой кнопочки нет нет у тебя также все выглядит как у меня я бы показала о чем я говорю и там значит манжет 12 сантиметров но там разные ширины манжеты то есть манжеты на рукавах 12 сантиметров на снизу на изделие я не помню наверно 10 а здесь наверно 8 то есть они примерно внешне выглядят одинаково на специально имеет разную высоту чтобы все было уместно нигде не было перебора я добавляла туда серую нить люрекса если вставить другую нить люрекса тоже будет красиво потому что мне важно было показать разность фактур и подчеркнуть вот эти вот элементы что невесомый мохер и тут такие вот вставки большие с люрексом поэтому если будут другого цвета не вопрос вот мне по толщине понравилось мне по толщине понравился вот вот это да у меня прямо почти такой же и он какой-то не колючий у тебя не вредит а что такое кстати уже у них выпускаются очень очень давно это сям и он какой-то виску уже прям очень мягкий да поэтому рекомендую я тоже рекомендую не нравится до улицы в изделии он очень хорошо ложится в петле мягенько что у нас еще спрашивают про это понимал про манскера дать джемпер то что я тебе в нем показывала сколько делаете сантиметров на свободу облегания в вашем джемпере в мастер-классе все есть а я сейчас не вспомню на свободу облегания ну если вы вяжете без мастер-класса по фотографии то зависит от того что вы хотите да если вы креативничаете то вы можете сделать так как вы захотите скорее всего а г плюс 12 вот где-то так а г плюс 12 я сейчас не помню просто поэтому выбор вырез у меня обычно ну тут наверное нет сейчас не вспомню потому что тут у меня другая выкройка не вспомню люрекс только на манжет или на все изделия люрекс пойдет на манжеты на как вот это называется вы тут как резинка снизу и на планку люрекс пойдет вместе с мохером он не отдельно хотя можно вообще сделать какую-то другую пряжу даже без мохер он просто мохер он как бы соединить все изделие с этими отделками так что у нас еще пухнорки давай покажем пока мы в этом краю давай ну а вот это наша новая поставочка цветами мне нравится благородные красивые ну вот он красивый но я его не вижу может быть потому что это не твой цвет может быть такую или апрекс приложи к себе но наверное да потому что это вообще это и не мой цвет мои цвета воля голубые ну наверное брюне брюнетки у тебя что камера там это все серьезно у тебя там камера за нами следят помашем у тебя голубые глаза зеленоватые и мне кажется вот это тебе подойдет тоже вот тот цвет который ты брала брюнеткам наверно он вот этот вот это да серый голубые не надо мерить а этот подходит всем потому что если мы хотим выглядеть моложе если мы хотим значит два лайфхака сейчас расскажу как выглядеть моложе минус 10 килограмм минус 10 лет ну и 10 что мы делаем возле лица светлый цвет который освежает и тогда лицо отражает лицо же у нас отражает лицо тогда отражает свет который у нас возле ну на груди например и волосы должны быть такие ровные и вот такой длины ровные тоже это прям будет очень стильно вот я кстати сегодня нет кучеряшек и ты сегодня тоже клево выглядишь у тебя гладкая прическа покажи боком да вот так вот вот да поменяла мастера поэтому гладкие волосы вот такая длина максимальная светлый цвет возле лица и вы минус 10 лет ну посмотрите правда же а так еще плюс 10 минус 10 все побаловались и нам ручкой помашите его тоже ручкой вашим так что у нас про норку про норку у нас был отдельный эфир стопроцентный пух норки на 50 грамм 305 метров ты вяжешь ее в одну нить рекомендуешь да наверно на троечки она раскрывается после вы то мы говорили что немножко раз даже очень сильно а ты говорил ее как 100 стирать нужно особенно она уже рука устала да она в притке мы можем стульчики кстати взять все себя долго суетиться сейчас отдохнем значит она по всей видимости в какой-то пропитки идет потому что после вто он после ваталу причем один раз делать в это второй раз делать в этого третий раз делать в этого она становится все пушистей и пушистей как как бобину что ли 10 раз стирать это говорила и нужно стирать прям при 30 градусов не холодный до не в холодный но потеплее водичку делаете тогда она пух распушает еще один лайфхак можно ее стирать в шампуньках которые могут какой ракурс можно ее стирать в шампуньках для пушистых собачек зоу шампунь и сушить ее в мокром состоянии когда он такого же полувлажная можно высушивать изнутри феном чтобы пух весь вышел наружу вот такие еще есть лайфхаки от наших мастериц сколько нужно мотков норки 3 синей упаковкой наверное непонятно с синей упаковкой на джемпер свободный размер 42 ну вот смотрите сорок второй размер зависит от вашей плотности вязания дан если мы берем среднестатистический размер калькулятор тут есть четверочка там дело в том что пушистая пряжа на она может быть и в одну ниточку и в две ниточки если вы с дополнительно либо без дополнительной нити вяжите рассказываем среднестатистические данные 1 ниточка с дополнительной нитью 42 44 размер на четверке спицах 4 мотка да а если свободный то тогда 5 мотков ну зависит от длина рукав горловина это же тоже все плюс минус поэтому берем средняя по больнице и и дальше уже сами понимаем что если мы дополняем горловину какую-то объемную это плюс если мы берем какой-то широкий рукав который сейчас моде это плюс если мы укорачиваем длину минус ну да девочки с точностью вам никто не скажет ни один производитель ни один мастер да пока вы сами не свяжете изделия только тогда вот вот смотри комментарии и я стирала два раза полоскала в машине со второго раза пушистая стал ты даже не с я стирала два раза полоскала в машине у тебя тоже да написали это то же самое тоже я прочитала да далее подождите на одну шапочку бине в 2 нити один моток нужен да в 2 нити 5 мотков это марина отвечает про джемперочек да чтобы тебе хоть видно было а то голос есть а тебе нет марина у нас вообще спец по джемперочкам по норкам да поэтому июль я хотела у тебя спросить мы вот тут будем ходить у нас осталось 20 минут как раз мы посмотрим вот здесь у нас есть новиночки по сиам и по фамбуре мы прошли на пакет махеру еще можно было бы показать тоже очень актуально очень интересно так взвините 5 мотков это вот кстати джемпер 40 4 46 размера взвините 5 мотков вам достаточно будет на бактус сколько нужно ангоры на бактус если эльвира сейчас меня смотрит пусть подскажет у нас есть тоже покупатель который на бактусах собаку съел в общем в общем на бактус если я не ошибаюсь даже мотка хватит но опять-таки ты говоришь про норку про пух норки я тут нагребла села все я устала буду сидеть я уже не стану выждаю руки чтобы помогать юли забирать чем мы начнем большие клубочки напомним палитра вот как раз у меня над головой видите вот там наверху да 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 это пряжа лсу джемпер алсу у меня есть полу патентной резинкой когда а линия плеча сзади то есть не плечевой шов не сбоку на плече а на спине там интересно увязывается рукав в общем все это дело в красивых цветах и пряжа у они и цвета у тебя вот я не стала все брать мне как всегда нравится серый потому что он стандартный у тебя серое настроение заметила прошлый прямой эфир ты все голубые оттенки у меня брала и розы и розы сейчас серая но это один нет это не один один да там а я помню там не целую коробку много тогда мотков куда уж да это один моточек один моточек у тебя по мастер-классу уходит 16 мотков как же памяти молодец ну так правильно сколько мы уже связали джемперов благодаря тебе значит на юлин джемпер уходит 16 мотков если лицевой гладью 14 мотков ну то есть так посмотрите когда я здесь была последний раз значит мы брали эти мотки и мне голубой понравился но я понимаю что голубого у меня уже полно связано связанного классный цвет да я такой очень удачный и голубой можно сочетать с белым с розовым вот но сейчас в тренде но в тренде нет голубого я близко в тренде если голубой то то-то лук чтобы вся в голубую но это сложно подобрать поэтому аня закупила еще несколько поэтому если хочется бывает голубое настроение да тогда конечно можно а так вот вот эти базовые цвета тоже зачитай состав пожалуйста там точно есть пух baby альпаки который находится внутри шнурочка шнурок не полый шнурок не полый вот видите вот этот пушок как раз он находится внутри шнурочек наверное нужно развернуть камеру посидим мы с тобой после эфира а сейчас работаем но так не могу я вытащить не хочется ломать вот так давай перевернем тебе кажется это да он так фокусируется лучше хорошо давайте попробуем где-то говоришь внутри альпана 3 до внутри шнурочка не слушайте мне телефон поэтому не слушайте внутри шнурочка находится мой микрофон пух пух baby альпаки внутри шнурочка шнурочек выполнен из нейлона с люрексом видите вот он прям люрекс там тоже такой очень деликатный очень нежненький он не кричащий то есть легкий легкое легкое мерцание получается в изделии вот видите вот вот ну вот прям вот деликатный правильное слово деликатный так будете блистать не будете кричать будете просто блистать как говорил зайцев что вкус молчит а без вкусица кричит отлично да вот и мне тоже очень нравится это вычислав зайцев вот такая так пух baby альпаки нейлоновом шнурочке шнурочек выполнен с нейлоном и люрексом вот этот пушочек сейчас еще не весь вышел раскрылся для нас он раскроется после вытого то есть вот этот люрекс будет еще более окутан за счет этого ниточка то что пушочек весь пробивается наружу после вытого ниточка становится еще мягче еще мягче и еще нежнее потому что когда берешь клубок в руки он такой упругий мы с они решили что это скрутка так ну то есть производитель смотал его очень плотненько а в изделии струящаяся мягкая фактура получается мне нравится этот черный несмотря на то что здесь он конечно красиво когда мы свяжем то в петля в петлях он будет пестрить но сейчас это актуально конечно брунелла кучинели вдохновляет нас всех и поэтому там оттуда мы черпаем и понимаем что сейчас в тренде и как с этим жить поэтому этот вариант подойдет сейчас вот это вот пестрота она актуальна если еще два года назад я говорила что нет 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 это бабушкин носок то все меняется мода меняется предпочтение меняется вот здесь меняется и внешне мы меняемся поэтому без изменений никак погода на улице меняется тоже поэтому я ань остановлюсь на вот этом снежный он такой не очень снежный он то есть тебя вдохновила она все-таки ну когда я поняла ты мне показывала что изделия из нее получаются очень мягкие и прям такие ужам ужам не твердые как сам клубочек я думаю что это может быть оверсайзный но опять оверсайз но почему висать ну потому что в оверсайзе комфортно потому что это актуально сейчас у меня еще нет такого свитер поэтому я хочу когда высокий воротник и он такой весь оверсайзный свяжется очень быстро и носиться будет постоянно альпака это вообще класс а я еще добавлю что оверсайз это непринужденность какая-то не скованность движений не обязывает да не обязывает к чему-то тем более сейчас возможность носить юбки брюки и под кроссовки и вот этот оверсайз мне кажется мне знаешь чем оверсайз обожаю модуль и останавливает то есть я не каждый день нашу оверсайз на что если недели-две поношу оверсайз потом я вижу что все мои пирожочки тут же не видно и ходишь жуешь и жуешь поэтому я неоднократно в прямых эфирах своих говорила да что я почему нашу облегающая одежда да она сейчас не актуальна считается вообще сверх безвкусицы и надеть облегающие вязаные платья лапша то есть оно должно быть прошу прощения снизу должно быть не облегающие потому что когда я нахожу в облегающем платье лапша я вижу а надо втянуть живот все два дня вечером не ем хожу ну в общем иначе как мы если мы не смотрим на себя в зеркало если мы прячемся в оверсайз то через месяц мы когда вдруг обнаруживаем себя без одежды в зеркале мы думаем блин а после 30 плюс ну ладно после 35 почему-то мне кажется время гораздо даже не время а тело как-то трансформируется гораздо быстрее с этой за ними следишь на мне так кажется ну я с тобой согласна на ну то есть лайфхак слышали на облегающую одежду мы не убираем шкаф как мне вчера сказали мне вчера нет мне вчера подруга моя сказал о том что скинем и убираем в шкаф они не актуальны да таша строгая даже говорит что скини скинем рознь если в магазинах есть гене то значит они не просто так это просто нужно уметь правильно сочетать мы одеваем скини в ботфорты широким голенем и сначала в начале сезона говорили что ботфорты с облегающие кого-то как у меня две пары ботфорты облегаемые они еще все уже не актуальны все очень актуально также под платье надеваем чтобы линия подола перекрывала линию ботфорта и все получается очень очень даже это первое и самое важное что если вы не идете туда где куча светских львиц и супер стильных людей да не на стильную вечеринку то одевайте что вам нравится главное чтобы это сверить вещь была свежая чистая и хорошо на вас сидела и подходила вам поэтому сейчас слоу фэшн как я люблю говорить медленная мода никогда все быстро трендами меняется а все можно под себя адаптировать и носить с удовольствием и еще один лайфхак от веры брежневой помните мы читали интервью что после 35 у женщины появляется дополнительная обязанность следить за своей фигурой за своим здоровьем за своей внешностью поэтому не убирайте далеко облегаемую одежду чтобы видеть себя тоже как вы как вы смотрите мир не разучиваться втягивать животик потому что когда мы в оверсайзах где там животик или в спортзал не ходим то животик там же где оверсайз а если в облегаемой одежде то мы его держим и держим осанку я всегда говорила что на каблуках нужно ходить чтобы держать осанку на сейчас сама редко хожу на каблуках и такая мода уже что можно и без них вот поэтому облегаемое платье нам помощь если к вам приехать проконсультируйте кстати здесь тоже был вопрос где вы находитесь на конкум конечно проконсультируем расскажем где мы находимся город краснодар улице северная 389 это ну это понимают информация сейчас будет для наших местных покупателей это пересечения северная садовая северная садовая магазин магнит в здании ну а дальше уже ориентиры у нас здесь есть проконсультируем конечно приезжайте мы вам мы будем очень рады до центр здесь трамваи троллейбусы маршрутки нам здесь все рядом очень принципе мы старались подобрать место так что было удобно со всех микрорайонов со всех точек города к нам доехать в любом случае в директ также вы консультируете и по количеству пряжи и да смотрите очень часто возникает вопрос у вас по подбору по фактуре по цвету то есть не всегда можно на сайте сопоставить да особенно если у вас есть потребностью миксовать какие-то на фактуры цвета и так далее мы все фотографируем высылаем в директ вы только пишите не стесняйтесь то есть вы даже фотографируйте как на полке выглядит цвета как на полке как уже глядя на живо когда мы ходим крутим вертим этот моток для того чтобы сфотографировать и один в один полутон отправить вам пока не добьетесь такого конечно да потому что иногда вот стоишь пол шага и оттенок у мотка меняется кардинально меняется очень важно вот этот момент тоже мы отправляем отсылаем консультируем поэтому тут все так цена моточка и на каких спицах спицы 67 производитель рекомендует а моточек стоит моточек стоит 490 рублей но по поводу спиц есть уже девочки которые отвязывали эти моточки на восьмерки визуально успешно расход будет более экономичный расход на джемпер в среднем девочки расход на джемпер в среднем идет от восьми мотков даже от семи даже от семи вот у нас предыдущем предыдущих несколько постов был один джемпер уже расход на него от семи мотков до как на юля вы знаете вообще это это магия имени все юли которые периодически появляются в жизни меня и моего магазина творческие люди юлия правда я не шучу в общем да поэтому можно посмотреть в ленте есть да это фотография в ленте можно посмотреть там оверсайз да да оверсайз с большим городом от семи там ушло 7 мотков на твой 7 точкам да да ну это классно на восьмерочки ну мы общались юлию юля рассказывал о том что у нее плотность вязания отличается от стандартной плотности вязания если бы на 7 до она вяжет очень свободно очень рыхло поэтому а даже еще она рыхла очень даже потому что так быстрее я тоже знаю что я вижу свободнее поэтому я беру на размер меньше спицы и и радуюсь не ну мы чтобы уже разговаривали на что зависит настроение темп нашей жизни в конце концов то что при этом с нами происходит температура так для кардиганов больше подходит и для кардиганов будет подходить конечно тоже да добрый день на недоношенным малышам вы вяжете недоношенным я не вижу я благотворительностью занимаюсь другим способом хотя знаю что есть девочки которые вяжут специально для недоношенных деток из натуральной шерсти потому что она хорошо стимулирует кровообращение у нас клуб 28 петелек есть в городе краснодаре небольшой животик это небольшой я согласна сексуальным мода цикличная сейчас одеваю платье 20-летней давности оверсайз не женственно вообще у меня муж тоже раньше говорил не женственно сейчас и иногда иногда ему нравится мужчины тоже привыкают им нужно не так не так мало времени как нам поэтому привыкают но когда конечно вообще за оверсайзом не видно фигуру это конечно из какой пряжи можно связать облегающее платье а у нас уже времени остается 10 минут облегающее платье я бы вязала из мериноса вот с чем стопроцентный меринос это будет очень тяжело но тяжело потому что это тонкий и очень тяжелые тяжелое платье получится у тебя есть меринос с альпаками пример меринос ну газал есть но турецкая ниточка кстати вы покажите у нас же новинка газал выпустили новые цвета в этой ниточке потому что альпака она дает объем она невесомая по получается что добавляет очень хорошие кстати вопросы хорошо что их задают потому что они как всегда актуальны и услышать именно из твоих уст это очень очень дорогого стоит потому что состав 55 альпаки и 45 супер вошь это значит стиралки можно стирать до ну ирина файн вот такие оттеночки вот этот оттенок алюми вы вот этот эти он ведь он такой бледно-голубой приближем и серый тоже припыленный но и он как жемчужной серый да можно его назвать и метраж до хорошие на 50 грамм 160 метров а спицы я бы взяла 3 тут два с половиной 4 но смотри хорошо ну давай вот туда покажем тот лучше фокус я пока покажу давайте девочки мои поменяемся подняться на и смотрите вот этот образец связан из одного мотка ну так чтобы на понятно было вот смотрите вот это один моток сколько стоит моток моток стоит 260 рублей очень мягко вот юль на ощупь да вот она мягкая она не колючая и вот облегаемое платье да я довязала я сейчас постараюсь аккуратно достать посмотреть что еще тут написано вот этот образец связан на спицах три с половиной я считаю что очень комфортно видите юля вяжет рыхло поэтому она сразу говорит про троечку а у тебя на три с половиной с половиной да причем она не рыхлая вязка получилось все равно то есть как бы так такая еще запас есть можно было бы даже на четверки попробовать я думаю 10 мотков тут 160 метров 50 граммах 10 мотков хватит на 42 размер облегаемый до колена покажу еще разок да покажи смотрите вот это один моток ну расход по-моему говорит сам за себя до 11 мотков 7 3 4 5 6 до 7 8 на всем на на джемпе то я против я проплать она проводит 10 тогда на площадке до до колена до 10 мотков до колена будет по моему по моему очень даже неплохая по фактуре смотрите как он немножечко она как будто она теплая альпака она немножечко конечно под пушится долл подпушивает полотно само то есть она становится таким как немножечко рыхлым что ли ну то есть более общем на вопрос три с половиной спит облегаемое платье из какой пряжи чтобы в составе был меринос стопроцентный меринос тоже можно но потребуется довольно много пряжи и она изделие будет тяжелым а когда есть что-то еще вот альпака то можно можно прям смело вязать и таки обязательно образец стирайте но все-таки акрилом будет стабилизировать да как думаешь облегаюсь или попа локти лучше значит смотрите для того чтобы связать облегаемое платье через калькулятор раздели пожалуйста 42 на 35 18 должно получить 1212 ну значит примерно она 37 42 разделить на 37 11 13 а 42 разделена 18 23 23 значит на 12 мы берем обхват чтобы связать облегаемое платье мы берем свои мерки там ход груди хватали облегаем это же значит она вот так должно у нас формироваться силуэт обхват груди например 42 до половина и делим на 1 и 2 получаем 35 37 сантиметра должна один давайте на 1 и 13 получим 37 сантиметров этого будет до 100 то есть вы вяжете 37 сантиметров а когда надеваете растягивается получается облегаемое если не хочется вывязывать вот эти силуэты бедра талия грудь то можно взять я беру среднюю то есть мы берем обхват груди вот давай посчитай пожалуйста обхват груди 42 плюс обхват бедер 46 ну половину мерки делим на 2 это получается 44 а теперь 44 делим на 1 и 13 значит ширина изделия 38 сантиметров набираем ширину изделия 38 сантиметров вяжем просто как чулком до хоть резинкой а потом она растянется где нужно наталья останется в облегаемым тут растянется ну в общем такой тоже лайфхак у нас осталось шесть минут три с половиной плотно можно и на четверке вязать я на 8 мотков на очень свободный свитер ушло это газал baby альпака вот хорошо что вы делитесь спасибо нас в она очень свободный можно четверки ну да у кого какая плотность вязания потому что нужно три с половиной связал прям такая комфортная легко связалась связался образец и комфортно какие еще альпаки у тебя есть скажи какие альпаки есть что еще сальпайби альпак ой девочки я журея да да моя любимая альпака а что там составе с мериносом здесь у нас мериносик тоже милых бы я помню что было что-то еще у тебя с мериносом пуг бэйби альпаки конечно отличается имбра по факту тактильный от газала отличается по цене потому что здесь пуг бэйби альпаки там тоже пуг бэйби альпаки а что сырье сырье 392 сколько там грамм 50 150 метров а там сто шестьдесят метров сколько стоит газа 260 260 и 390 130 рублей разница ну я думаю что в десяти в десяти мотках это 1300 рублей да ну можно вот все же из я ну вот вот эта нитка круто она потолще наверное да тут вообще на четверке смело можно нет она такая же по плотности как и ну нам по моей по моим ощущениям вот это связано на четверке вот это три с половиной ну прям подзабита плотность мне вот это нравится давай развернем сейчас я микрофон закреплю я сейчас покажу давай пока ты смотрите вот это один моток вот это один моток ну представьте это половинка практически половинка джемпера полочки ну сразу скажу что вот эта четверка из альпаки связано уже когда ни одно изделие до мои покупать пока еще какая-то износостойкая она очень теплая мне очень нравится она очень теплая она очень теплая и вот вот это она почему-то она держит классно форму а вот этот пушок для новичков я почему люблю пряжу с пушками потому что для новичков неровные петли пушок прячет если не очень еще ровно давай ты хотел перевернуть камеру чтобы получим лучше видно было бы фактуру вот четверочка этим узором да на тебе сейчас да это за джемпера это троечка ну вот тут прям три с половиной три с половиной здесь как будто бы это магазинная вообще вязка такая тугая мне чем нравится ручная вязка что в ней больше воздуха в ней больше эластичность мягкости мягкости да а это прям как промышленная ну потом на четверке быстрее свяжется не ну красиво на самом деле дорога она выглядит и красиво и тактильно она давай у нас две минутки осталось и посмотрим что еще есть сохраните эфир если все получится если инстаграм не передумать и правила мы все сохраним спасибо вам большое за вашу активность за то что в час дня вы нашли время и вышли к нам конечно я понимаю что не все смотрели весь час поэтому будете пересматривать записи я надеюсь все получится сохранить благодарю вас за вопросы за вашу активность ну и пока у нас осталось две минутки можем пройтись по твоим шкафчиком и просто показать ассортимент давай покажем что у тебя еще не надо если я так понимаю сейчас наверняка будут эти вопросы потому что уже периодически вы их пишите если остаются вопросы по нашему ассортименту по цветам по фактурам по плотности в толщине ниточки вы пишите их директ мы на все вопросы от меня сейчас знаете как сделать очень рады вашего вот магазин значит дверь мы заходим и видим вот эту красоту на это мы его так прямой эфир велида то я сейчас хочу показать как много здесь пряжи знакомит подписчиков так а здесь куча куча ой скорее показываю вот эти магические спицы кубических зазубрин коми которые сами вяжут по ним скользит любая вообще пряжа и пушистая не пушистая и петли получается ровные и руки не устают это прям вот они у тебя их роскошь дорог так называется тебя их все размеры нет сейчас не все размеры детки но есть кое-какие размеры еще остались те кто все-таки откладывают покупку не откладывайте поставки в россию крайне ограничены этих спиц ждем очередную тоже придут не все размеры но все что придет в россии все мы закупаем и я думаю через недельку получим обновление размеров скажи пожалуйста что с этими цепями делать а это я думаю сумочек можно я думаю это для сумочек закрепления карабинчики который заканчивается у они есть эфир будем сохранять спасибо за вашу нам с вами было интересно прощайся пока мои хорошие пока пока спасибо вам